Дорогие друзья, я нахожусь еще в боевой позе, потому что сегодня я вам покажу кабачковую икру. Я показывал несколько видов уже вам как-то, может быть, мы вам даже дадим ссылочку на предыдущие рецепты. А сегодня иной подход к приготовлению кабачковой икры. Но скажу вам сразу, что икру надо делать из кабачков переростков, из таких здоровых, с грубой кожей, старых кабачков, ну типа меня. Мне недавно мой друг подогнал старых кабачков, я из них вот сделал икру именно так, она у меня уже стоит в холодильнике, и я ее иногда на хлебушек намазываю, потому что я часто называю кабачковую икру солдатским вареньем. Давайте начнем. Значит, для меня икра начинается с лука. Вот у меня большой такой казанок, кастрюля, неважно. И я прямо вот сейчас так нарежу грубо лук, потому что все будет измельчаться. Лука я люблю относительно много. Лук. Значит, я наливаю. Вы можете подобрать такую посудину, чтобы не использовать сковородку для обжаривания, потому что сейчас я лук буду обжаривать. А взять посудину, чтобы уже прямо в ней делать полный, так сказать, цикл, да, чтобы измазюкать только одну кастрюлю. А вот у меня морковка. Вот морковка. Ну это пока традиционное начало. Терка у меня есть, я пока морковку натурил на терке. И вот лук пошел жариться. Морковке тоже может быть хорошо, она никогда не мешает икре. Вот как зазвучал лук. Я его перемешаю. Мне надо, чтобы была такая хорошая карамелизация лука. Это остаточки. И вот теперь я сейчас открою терку, и сейчас морковка вывалится вот так сюда. Теперь обжариваю все вместе. И пока я нарублю, нарежу кабачок. Старый кабачок нужно чистить, потому что у него кожа уже дубовая. От семян чистить не надо, только от кожи. Семена все равно потом переработаются. А вот этот молоденький кабачок я не буду чистить от кожицы, потому что она мягенькая. Поскольку это будет икра, то форма нарезки меня абсолютно не волнует. Томатная паста. Никаких я не люблю всяких там, в данном случае, томатных там соусов, пюре. Вот томатная паста. И сейчас я ее тоже пассерую, жарю. Я даже люблю, чтобы чуть-чуть томатная паста подгорела. Немножко, чтобы запахло вот так. Вот я люблю очень этот аромат. Теперь уменьшаю нагрев и начинаю сюда добавлять кабачок. Можно добавить капочку воды. На всякий случай, чтобы не пригорело, на дно. Так шмяк, буквально две столовые ложки. Теперь оставшийся кабачок. И вот сейчас после кабачка будет продукт, который не характерен для икры, но я очень люблю с ним работать. То, что я сделал недавно, всем понравилась вот эта моя икра. Это кабачок, соль, она вызовет выделение сока. И вот у меня продукт. Да, сладкий перец, ласточка. И его количество будет весьма приличным. Я могу вот так его руками нарвать, потому что будет икра. И это только первый был перчик. Еще будет три. То есть четыре вот таких перца я положу. Это серьезное количество. Это будет очень интересное сочетание. Но поверьте мне, очень хорошая будет икра. Сколько здесь овощей? Давайте посчитаем. Лук. Морковка, кабачок, сладкий перчик. И еще один овощ. Это чеснок, разумеется. Вот у меня чеснок. Я хорошее количество чеснока сюда дам. Я его просто вот так вот каждый зубчик раздавлю. И больше ничего делать не буду. Чеснок свое дело сделает. И потом он окажется в теле самой икры. Вот. Вот пошел чеснок. Перемешаю. Сейчас моя задача руководствоваться уже органолептическими соображениями. И получить слишком сильно мягкие овощи здесь, чтобы их превратить в икру. Это может занять полчаса. Это может занять 40 минут. Важно, чтобы нагрев был не сильный, чтобы не пригорело. Давайте посмотрим в кастрюлю. Вот. Посмотрите, как она смачно булькает. Я его сейчас могу немножко подержать в открытом виде, чтобы лишняя влага чуточку ушла. Ну и все, тебе пришло время измельчить. Я беру сейчас орудие труда. Проводов нет, видите, да? Потому что мой блендер беспроводной. Это Graf. Немецкий бренд. Я, кстати, вот через пару дней пойду в Осетию. Там мне предстоит готовить в горах. Я его возьму с собой, потому что в горах подключиться некуда. Ну, может, конечно, быть генератором, но это в глупости, да? Я сейчас буду измельчать и вам немножко расскажу про устройство. Вот как пошло. Блендер Graf. Качественный продукт. Все металлическое. 13,5 тысяч оборотов в минуту он может разогнать. У него в комплекте все, что надо, да? И измельчитель, и венчик, и устройство для взбивания. И даже есть стакан, и даже есть очень трогательный ершик для мытья бутылок. Я всегда бутылочки свои из-под молока мою этим ершиком. Он может на заряде отработать 30 минут. Не думайте, что это маленькая цифра. Это очень серьезная цифра для такого устройства. Здесь плавная гашетка, да? Плавный вот такой клавиша. Чем глубже я ее нажимаю, тем больше оборотов блендер дает. Тоже не всякий так может делать. Поэтому я, когда работаю с техникой Graf, я всегда говорю, что я Graf Лазерсон. Кстати говоря, у этого блендера очень красивая коробка. Она может служить хорошей подарочной коробкой. Там в нее все компактно укладывается, да? Вы можете просто перейти по ссылке и ознакомиться с этим прекрасным блендером уже более подробно и думать. Ну, здесь вопрос может возникать у вас, насколько тонко измельчать. Это уже дело каждого из нас. Либо будет очень гладко, либо будут ощущаться частицы. Я вам скажу, ребята, что вот сейчас икра кажется вам более жидкой. И мне тоже, потому что когда она остынет, она станет более густой. Это очень часто случается с такими структурами. Я пока ногу оставлю. Мне интересна соль. Отлично. И знаете, я бывает говорю, добавим немножко соли, бывает говорю, что я не люблю пленочку, вот эту кожицу от перцев, от помидоров, от всего прочего. И, казалось бы, перцы-то у меня были с кожицей, и, казалось бы, может возникнуть необходимость протереть икру. Но здесь ощущений кожицы нет, потому что и блендер мощный, и кожица немножко размягчается от сравнительно длительного тушения. И здесь протирать эту икру нет необходимости. Я сейчас еще раз, это уже ради того, в большей степени, чтобы распределить соль. Собственно, все. Сейчас я подам, но вы понимаете, еще раз обращу ваше внимание, что икра горячая, она, кажется, несколько жиже, чем она есть. Вот она икрища. Ну, я люблю, бывает, знаете, еще так, при подаче, она не требует ничего, но вот немножко, просто ее полить немножко сверху, чтобы она заблестела растительным маслицем. Собственно, все. Это была кабачковая икра. Помимо того, что в ней используются традиционные для икры компоненты, сам кабачок, морковка, лук, чеснок, растительное масло, томатная паста, здесь еще было добавлено изрядное количество сладкого перца, который, как я считаю, очень украшает кабачковую икру. Так что пусть всегда икра, всякая икра будет в нашей жизни, на наших кухнях. А я прощаюсь, до встречи на канале Зоны Лазерзона.